Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы будем читать седьмую книгу Библии, книгу судей Израилевых. Будем читать эту книгу в переводе Российского библейского общества, который выполнен Михаилом Георгиевичем Селезневым. Книга судей описывает особый период в жизни народа Израиля, который начался после того, как еврейский народ вошел в обетованную землю, туда, куда должен был войти по повелению Господню. И заканчивается этот период установлением царства. Сначала царем был помазан Саул, потом Давид. И вот все, что происходило между вхождением в Израиль и воцарением Саула, называется периодом судей. Это был очень непростой и такой проблемный период для истории Израиля. В период судей Израиль претерпевал смуту, нестроение, постоянные военные столкновения с окружающими народами. Часто эти военные столкновения оканчивались не в пользу Израиля. Когда Библия осмысляет эти военные столкновения с духовной точки зрения, тогда, когда Израиль верен Богу, тогда, когда Израиль исполняет заповеди Божьи, он побеждает. Тогда, когда Израиль уклоняется от того договора, который был заключен с Богом от Ветхого Завета, начинает служить другим богам, языческим богам, уклоняется в идоле поклонства, в нарушение заповедей, Бог отступает от Израиля, и Израиль терпит различные поражения. Вот все это описывается в книге судей. Мы знаем, что еврейский народ был выведен из Египта, из египетского рабства под руководством пророка Моисея. Именно ему, Моисею, Бог поручил вести народ через пустыню. И затем, когда евреи не захотели, испугались сразу же войти в обетованную землю, 40 лет они ходили по пустыне под предводительством Моисея. И преемником Моисея стал Иисус Новин. В Священном Писании есть особая книга, описывающая то, что происходило во времена предводительства Иисуса Новина. Так и называется книга «Книга Иисуса Новина». Это шестая книга. И вот о том, что происходило после Иисуса Новина, как раз говорит книга судей, которую мы собираемся сегодня читать. Еврейское слово «шофет» многозначно. Оно означает «правитель», «вождь» и «судья» тоже. Традиционно это слово переводится на русский язык именно как «судья». И вся книга получила название «Судьи». Книга судей Израилевых. Но речь идет не только о людях, которые производили суд, а речь идет о людях, которые являлись вождями для всего Израиля или для какой-то части израильского общества, для каких-то колен. Вождями, которые пытались собрать разрозненные силы израильского народа, противостоять окружению. Вот именно они, эти вожди, называются судьями. В древнем Карфагене, в котором жители говорили на пунийском языке, самые высшие должностные лица в государстве, правители, назывались тем же самым словом «шофет». И римляне, когда взаимодействовали с жителями Карфагена, они считали, что «шофет» — это то же самое, что римский консул. То есть это правитель, вождь. Ну вот именно такой титул имели правители Израиля до воцарения Сауга. «Шофет» — судья. Итак, начинаем читать книгу «Судьи» в переводе российского библейского общества. «После смерти Иисуса сыны Израилева вопросили Господа, «Кто поведет нас на войну с Хананиями?» Господь ответил, «Вас поведет Иуда. Я отдаю эту страну в его руки». Вот так сразу начинается книга «Судьи» без всякого предисловия. «После смерти Иисуса». О ком идет речь? Конечно, это Иисус Новин. Новин — это прозвище Иисуса, связанное с тем, как звали его отца. Иисус Новин был ближайшим помощником Моисея. И после кончины пророка Моисея стал во главе израильского народа. Именно под его руководством израильтяне вошли в землю обетованную, совершили свои первые и важнейшие завоевания в этой земле, разделили землю между племенами, между различными коленами израильскими. Все это описывается в книге Иисуса Новина. Книга «Судьи» продолжает историческое описание. Это историческая книга. И вот начинается после смерти Иисуса Новина. «Сыны Израилева вопросили Господа». Мы не знаем, как именно, каков был механизм этого вопрошения, но видим особое настроение израильского народа. Не на каком-то всенародном собрании, не путем референдума, не путем голосования, не путем единоличного решения кого-либо решается, как именно сопротивляться враждебному окружению, путем обращения к Богу, путем молитвы. И книга «Судьи» говорит о том, что был ответ от Господа, что Иуда должен возглавить сопротивление против хананий, войну с хананиями. Кто такой Иуда? Иуда — это один из сынов праутца Иакова, у которого было, как мы знаем, 12 сыновей. И по числу этих сыновей возникли 12 колен Израилевых, 12 больших племен, которые составляли вместе израильский народ. И Иуда — это одно из важнейших колен. Мы знаем, что от Иуды впоследствии из его колена произойдет царь Давид и сам сын Давидов, Христос, спаситель мира, тоже произойдет из колена Иудова. Это особое колено. И когда Иаков умирал и благословлял своих детей, то он удивительные слова сказал Иуде. Это самый конец книги «Бытия». И перед кончиной, вот в 49-й главе книги «Бытия» описывается, перед кончиной Иаков собрал своих сыновей и, обратившись к Иуде, сказал так. Каждому брату, каждому сыну своему, каждому брату Иаков нечто сказал, и в том числе обратился к Иуде и сказал, «Иуда, братья восхвалят тебя, твоя рука на загривке врагов. Перед тобой склонятся братья твои. Ты, как лев, молодой Иуда, над добычей вздымаешься, сын мой, словно лев в засаде к земле припал. Кто осмелится льва потревожить? Не выпадет жезл из рук Иуды, и правителя посох у ног его. Время придет, он получит дань, народы ему покорятся. Для осла у него привязь, виноградная ветвь, винная лоза ослятым привязь. Одежды свои он полощет в вине, свои ризы в крови виноградной. Глаза его темнее вина, молока белее зубы его. Вот такое благословение было некогда Иуде. Таинственные и очень интересные слова. Но мы видим, что уже Иаков прозревал в Иуде великого правителя и великого воителя, и того, кому будут покорны все народы. И в конечном итоге это благословение исполнилось на Иисусе, Христе, Назоринине, Сыне Божьем, которому действительно покорно все мироздание. Но и в предках Христа тоже вот это пророчество исполнялось. И вот Иуда, то есть все племя, названное именем своего прародителя Иуды, должно возглавить по указанию Божию войну с хананеем. Иуда сказал своему брату Симеону, «Иди со мной, помоги отвоевать мой надел у хананеев, а потом я помогу тебе в твоем наделе». И Симеон пошел вместе с Иудой. Очень интересно, что книга Судей, целая огромная группа людей, состоящая из очень большого количества людей, называет именем одного из братьев. как бы отождествляются потомки, которые были очень многочисленны с прародителем. Иуда обратился к Симеону, это, конечно, не разговор двух людей, это разговор двух колен Израилевых, которые состояли из очень большого количества людей. Между собой они заключили такое соглашение, ты должен идти со мною, то есть ты должен снарядить армию, которая будет помогать в этой войне, а потом я буду помогать тебе. Разрознены еврейские племена, разрознены калины таким образом, что они представляют себя как бы не совсем единый народ, а вот внутри этого народа требуются особые мирные соглашения, особые военные союзы. Вот мы здесь видим, как такой военный союз был заключен. «Сыны Иуды выступили в поход. Господь даровал им победу над ханониями и перезиями. В Беске они перебили 10 тысяч врагов». Вот там, где народ верен Богу, там Господь дает победу. Здесь эта верность выражена в том, что еще прежде сражения, прежде войны, люди обратились к Богу в молитве, спрашивая, как нам совершать эту войну, кто должен возглавить народ. И послушались повеления Божьи. И вот поэтому Господь даровал победу. Там, в Безеке, они встретились с Адони Безеком, сразились с ним и разгромили ханонеев и перезеев. Адони Безек обратился в бедство. И за ним погнались, поймали и отрубили ему большие пальцы на руках и ногах. Адони Безек сказал, «Семьдесят царей, у которых были отрублены большие пальцы, рук и ног, подбирали объедки у меня под столом. Как я поступал с другими, так и Бог поступил со мной. И его увели в Иерусалим, и там он и умер». Вот описывается столкновение, в котором Иуде с поспешистого удача, с помощью Божьей Иуда одержал победу, и в том числе над вот этим царем, Адони Безек. Ему, когда его поймали, взяли в плен, отрубили большие пальцы рук и ног. Кажется, какая жестокость. Но вообще по сравнению с тем, какие жестокости были приняты в то время, это может быть и не так жестоко. Потому что то, что ему сохранили жизнь, и умер он своей смертью в плену, но все-таки своей смертью, это уже некоторое милосердие. Сам жестоким образом расправлялись тогда очень часто во время военных действий люди друг с другом. Города взятые, уничтожались, население уничтожалось полностью, скот уничтожался. Все это было ежедневной действительностью, в которой жили все времена. И вот Адони Безек подвергся такому изуверству, тоже, конечно, ему отрубили большие пальцы, руку и ног. Почему? Для того, чтобы этот человек не мог больше сражаться. Мы из других вне библейских источников тоже знаем, что так поступали и греки с некоторыми своими врагами, отрубить пальцы, руку и ног, чтобы человек не мог держать копье, не мог метнуть это копье, не мог нестись с этим копьем, сидя на коне, не мог бы бежать, был бы затруднен в своих движениях, но при этом сохранить жизнь человеку. И вот этот Адони Безек справедливо видит, что эта казнь, которую над ним совершили, это возмездие Божие, потому что многих царей, которых в свое время он захватил, он точно так же изуверчиво заставил, как псов, в соответствующей обстановке питаться отбросами, отходами со своего стола. И вот теперь он сам подвергся такому же тоже несчастью. 70 царей по его указанию были точно такой же казни подвергнуты. Сыны Иуда напали на Иерусалим, захватили его. Всех жителей они перебили, город сожгли. И затем они пошли войной на тех хананеев, что жили в горах, в Негеве и в Шефеле. Мы читаем еще в книге Иисуса Новина, что царь Иерусалима был захвачен со стороны Иисуса Новина, но, видимо, город не был захвачен. Царь был захвачен, сам город не находился еще в руках иудеев. И вот теперь сыны Иуда напали на Иерусалим и захватили его. Но это еще не окончательное завоевание, потому что с тех пор город Иерусалим неоднократно переходил из рук в руки в ходе самых страшных столкновений, самых кровопролитных войн. Этот великий город населялся разными людьми и вот вновь и вновь был захватываем со стороны разных народов. И уже при царе Давиде гораздо позже святой город Иерусалим окончательно стал важнейшим городом Израиля. Сыны Иуда напали на Хананиев, живших в Хевроне. Раньше Хеврон назывался Кирьят Арба. Убили Шишая, Ахмана, Талмая. Оттуда они пошли в поход на жителей Дивира. Раньше Дивир назывался Кирьят Сефер. И Калев сказал, кто победит и захватит Кирьят Сефер, тому я отдам в жены мою дочь Ахсу. Город захватил Атаниел, потомок Кеназа, младшим братом Калева, и Калев отдал ему в жены свою дочь. Калев — это персонаж, с которым мы уже знакомы из книги Иисуса Новина. В 14 главе в книге Иисуса Новина описывается, как происходило общение между Иисусом Новином и Калевом, и какие были последствия от этого общения. Калев был когда-то в возрасте 40 лет одним из тех посланников, которым Моисей велел рассмотреть, что происходит в земле обетованной. Одним из лазутчиков, шпионов, можно сказать, которые должны были высмотреть, как войти евреям в эту землю. И он, как и другие лазутчики, вернулись, сказали, что это удивительная земля, плодоносная, где течет молоко и мед, как они выражались. Но трудно будет туда войти, потому что населена эта земля очень жестокими народами, жестокими воинами. И тогда еврейский народ испугался и не вошел в эту землю. Калев был одним из этих шпионов, лазутчиков, и с тех пор прошло 45 лет. Евреи 40 лет ходили по пустыне, еще 5 лет прошло с момента, когда Иисус Новин впервые ввел еврейский народ в Палестину. И вот Калеву было 85 лет. При этом он был весьма физически здоровым еще человеком. В книге Иисуса Новин он так и говорит, что силы во мне те же, что и были во мне, когда я был молодым. И вот он обратился к Иисусу Новину и сказал, что я от того дня всегда почитал Господа, не нарушал никаких заповедей Господних и служил Ему верою. И поэтому прошу, чтобы вот некая часть земли была передана мне. Иисус Новин уважил эту просьбу, и Калеву действительно был передан некий удел. И он был таким вот влиятельным в этой земле человеком. И вот он родил о том, чтобы Израиль завоевывал эти земли, о том, чтобы по повелению Божию, согласно повелению Божию, израильтяне входили бы в эти земли. И вот даже свою дочь посулил как награду тому, кто сумеет взять один из вражеских городов. И эта дочь пришла, пришла Ахса и уговорила Атаниела просить у ее отца участок земли. — Что ты хочешь? — спросил Калеву Ахсы, когда она соскочила со сла. — Дай мне твое благословение, сказал Ахса. Ты дал мне землю в Негеве, дай же источники. И Калев отдал ей источники, и верхние, и нижние. Мы видим, что Калев был влиятельным человеком, который распоряжался территориями и различными владениями. И вот мало иметь территорию. В той местности особое значение имеет доступ к воде. И вот эта девушка, дочь, которая стала женой завоевателя, она просит, дай мне возможность пользоваться источниками, а дай мне вместе с землей источники водные. И Калев уваживал ее просьбу и передал ей эти источники. Кеней, потомки Моисеева тестья, пошли вместе с сынами Иуды из города Пальм в иудейскую пустыню в Нигев, в землю Аратскую, поселили среди живущих там. Племена Иуда и Симеона брата его пошли войной на хананеев, обитавших в Цефате и перебили их. Они передали этот город заклятию и уничтожили. С тех пор он зовется Харма. Племя Иуда захватило Газу и ее окрестности, Ашкалон и его окрестности, а также Экрон и его окрестности. Господь был сынами Иуды и они овладели горами, но с жителями долины сыны Иуды справиться не могли, потому что у тех были железные колесницы. Вот военные столкновения продолжаются и во многих местах, там где верны Богу сына Израиля, они одерживают победу, но вот против жителей долин справиться не получается, потому что они имеют железные колесницы, но это какие-то особо укрепленные военные машины были, нормальным образом колесницы делались из дерева и те колесницы, о которых здесь идет речь, они, конечно, тоже были сделаны из дерева, а в основе было дерево, но были на этих колесницах какие-то железные обручи, накладки, детали какие-то были сделаны из железа, и поэтому эти колесницы и выглядели особенно устрашающе и какие-то характеристики военные имели гораздо более мощные, чем обычные колесницы, и вот сражаться с такой армией было не под силу Иуде. Господь был сыном Иуды, и они владели горами. Калеву, как и велел Моисей, отдали Хеврон. Калев отнял его у трех потомков Анака, то есть ему Иисус Новин отдал во владение этот Хеврон, но Калеву пришлось сражаться для того, чтобы получить свое владение. Сыны Вениамина так и не отобрали Иерусалим у Иоусеев. Иоусеи живут в Иерусалиме вместе с сынами Вениамина и по сей день. Вот вновь происходит сражение за Иерусалим, как я уже сказал, Иерусалим переходил из рук в руки, и вот сначала он был завоеван, а теперь вновь Иоусеи там находятся. Сыны Вениамина пытались сразиться с Иоусеями, но не получилось. Город находится до сих пор и наполнен этими Иоусеями. Эти краткие такие указания, что вот то-то и то-то происходит и под сей день, помогают нам определиться с датировкой этой книги. Предание говорит о том, что книга была написана пророком Самуилом, том, о ком подробно говорится в книге царств. И из самого текста книги мы видим некоторые подтверждения этого. С одной стороны, здесь вот говорится, что Иоусеи живут в Иерусалиме до сегодняшнего дня. После завоевания царем Давидом Иерусалима, конечно, никакие Иоусеи там не жили массовым образом. То есть, вероятно, книга была написана до завоевания Иерусалима царем Давидом. Вот вместе с тем институт царства уже был известен автору. Он пишет в другом месте, что в те дни была смута, было всеобщее беспокойство, кровопролитие, потому что еще не было царя иудеев. То есть, очевидно, автор книги застал то время, когда царь уже был. Он может судить о том, что вот тогда смута прекратилась. И таким образом мы получаем, что автором книги как раз мог быть пророк Самуил, который и царя застал, и это смутное время видел в конце эпохи судей. И, вероятно, он написал эту книгу до взятия Иерусалима. Вот таким образом мы получаем, что предание подтверждается, и книга действительно написана пророком Самуилом, вероятно, в 11 веке до нашей эры. Сыны Иосифа выступили в поход на Бет-Эль. Господь был с ними, и они выставили дозор у Бет-Эля. Раньше этот город назывался Гус. Увидев, как из города вышел человек, дозорные сказали ему, покажи нам, как проникнуть в город, мы отплатим тебе добром за добро. Он показал, как туда проникнуть, они перебили жители города этого человека вместе со всем его родом и отпустили. И он, они перебили жителей города, а этого человека вместе со всем его родом отпустили. Он пришел в землю Хетов, основал там город Дауму-Имилуз. Этот город зовется так и по сей день. То есть, вот при завоевании этого города появился газучик, который помог евреям войти в этот город, как бы перебежчик, и его жизнь пощадили. Завоеватели, евреи, когда казнили всех остальных жителей этого города. Племя Моносии так и не овладело Бетша-Шеаном, Танахом, Дором, Ивлиамом и Мегиддо, а также селениями вокруг них. Хананеи остались жить там. Позже, когда израильтяне стали сильнее, они заставили Хананеи нести трудовую повинность на землю, и их так и не овладели. Племя Ефрема так и не отобрало Гэзер у Хананеев. Хананеи стали жить в Гэзере, не в наделе Ефрема. Племя Заволона так и не овладело Кетероном и Нахаалом. Хананеи стали жить в наделе Заволона, что несут трудовую повинность. Племя Асира так и не овладело Ако и Седоном, а также Ахлавом, Азивом, Халбой, Афиком, Реховым. Сыны Асира стали жить среди Хананеев, жители этой страны, так и не сумев овладеть их землей. Племя Нефалима так и не овладело Бет Шемешем и Бет Анатом и стала жить среди Хананеев, жители этой страны. Но жители Бет Шемеши и Бет Аната несут трудовую повинность. Сынов Дана Амария теснили в горы, не дали им впуститься в долину. Амария стали жить в Хар-Хересе, Айалоне и Шалвине. Но когда сыны Иосифа стали сильнее, они заставили Амария нести трудовую повинность. Амарийские земли начинаются с скорпионного подъема и села. Вот так заканчивается первая глава книги Судей. Многие завоевания не удалось совершить. Слаб Израиль, слабоизраильские войны, слабоизраильские племена. Недостаточно уповают они на Бога. Но кое-какие удалось совершить. Там, где все-таки удалось Израилю совершить победу, очень часто жители не изгоняются, не истребляются, а облагаются трудовой повинностью. И вот подробно первая глава нам обо всем этом рассказывала, как бы вводя нас в атмосферу вот этой эпохи, эпохи судей Израилевых. Мы читали первую главу книги Судей в переводе российского библейского общества для библейского портала Экзегет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok